«Отстаивайте же Севастополь» – знаменитая фраза, знакомая, пожалуй, всем жителям города от мала до велика. Именно эти слова стали последними для Владимира Алексеевича Корнилова, который он произнёс после смертельного ранения на Малаховом Кругане 5 октября 1854 года, самый разгар Крымской войны. В памяти заслугах вице-адмирала 13 февраля, в день его рождения, у памятника, установленному на роковом для героя мести, традиционно собираются неравнодушные севастопольцы. В этом году дата выпала на особенно ветреный и снежный день. Однако для жителей нашего города верность традициям оказалась важнее любых погодных условий. На этой земле и конкретно у этого памятника собираются люди, для которых важно чтить традиции, помнить о великих людях и встречаться на той земле, которая является воплощением гордости и исторической памяти. И поэтому из года в год, и в прошлом году, и в этом году, и в любую погоду сюда будут приходить наши дети, надеемся, внуки. Владимир Корнилов сыграл важную роль в обороне Севастополя во время Крымской войны. Под его командованием была создана линия береговых укреплений, усиленная артиллерией и флотскими экипажами. Именно он выполнял приказ о затоплении старых парусных кораблей у входа в Севастопольскую бухту, где сейчас стоит, пожалуй, главный символ города. Этот выдающийся человек жил по железному правилу – «мой долг видеть всех». Корнилов вникал во всё – от состояния орудия на батарее до размещения раненых. Современники отмечали удивительный склад ума флотоводца, который позволял ему принимать блестящие тактические решения, а также самоотверженность и смелость. За Севастополь были все умереть. Но это ещё не тот пик мужества, когда человек принимает на себя ответственность отдавать команды, руководить обороной и посылать, может быть, даже на смерть тысячи. Понимаете? И главное, что правильно решение. И, конечно же, у Корнилова эти были данные. Их заметил Лазарев. И он говорил, что Корнилову можно доверить самое ответственное, самое тяжёлое дело – он справится. Учителем Корнилова был сам Михаил Петрович Лазарев. В своём подопечном он видел огромный потенциал, а потому с готовностью делился мудростью и знаниями в военном деле. Чтили Владимира Алексеевича и другие военачальники. На месте гибели Корнилова Павел Степанович Нахимов повелел выложить крест из ядер – первый мемориал в честь прославленного адмирала. Так он надеялся не позволить памяти об этом выдающемся человеке затеряться в годах. И это удалось. Нынешнее молодое поколение знает и уважает подвиги флотоводца. Для меня Севастополь – родной, любимый город. А Владимир Алексеевич Корнилов – его так называемая душа. И славный, мужественный, и безгранично верный сын, и защитник моего любимого города. Корнилов, Истомин, Лазарев, Нахимов. В летописи Севастополя осталось немало имён выдающихся русских военачальников, память о подвигах которых бережно передаётся из поколения в поколение.